всем привет друзья сегодня мы прям гвинт так как у меня комп сломан это наверное единственная игра которая у меня будет работать без каких либо лагов картишки в общем ну так разнообразим так сказать контент на канале вот будет что посмотреть не понимаю зачем надо было тащиться в обход через лес вышло куда быстрее говорят лес заколдован на брехня прошу набита как любезно с твоей стороны ночь только начинается может сыграем партийку а и послушаем историю не сегодня а что нет костерок горит трубки забиты карты разложены как тут без истории это уже традиция ну ладно так и быть этой истории гераль делился неохотно она случилась в этом самом лесу неподалеку от альдерсберга ведьмак пробирался через пущу вместе со своим верным товарищем бардом лютиком утомленные долгой дорогой они разбили лагерь геральт набрал в котелок воды для супа а лютик пошел искать грибы чтобы придать немного вкуса жидкой похлебки внезапно трубадур услышал протяжное урчание сначала он подумал что просто очень проголодался но тут до его ушей донесся пронзительный крик сгорая от любопытства лютик кинулся на звук правда уже совсем скоро он пожалел об этом зажмите значок мяча чтобы начать обучение да кстати гвинт извинился изменился с тех пор как я в него в последний раз играл вот на канале давно я в него не играл и как бы бета-тест уже закончена игру переделали блин что ли там было три линии теперь две линии вот как я вижу мне тут куски эти из которых карты лепится вернулись за какие-то карты видимо вот так что он сегодня просто поиграю обучение посмотрим чему чему меня научат в этой в этом новом обновленном гвинте вот он не такой уж и новый он уже давно как бы вышел я просто не играл сегодня решил записать для вас видос потому что ну кто не знает у меня блок питания в компьютере подорвался скажем так вот я жду новый его не будет еще пару дней поэтому играю на ноутбуке а на ноутбуке у меня плохо работают игры вот единственное что гвинт наверное будет более-менее хорошо работать так я не совсем понимаю почему так тихо или мне кажется что тихо громкость вон на полной стоит ладно пусть пусть так и будет давайте начнем обучение тут видимо какая-то сюжетка небольшая есть в этом обучении посмотрим смогу ли я войти в этот новый новый гвинт без проблем анкрайт боец человек-воин усилите эту карту размещение карту назначить назначение силы равной равной урону полученную вражеским отрядом на скельге любой мужчина женщина и ребенок могут убить врага что-то там было написано не обязательно это все читать на самом деле добро пожаловать в гвинт перед вами поле боя вы будете выкладывать карты в нижней части поля а противник верхней окей это я это я знаю и деревьев показался деревянный мост на одном конце стояли путники а на другом чудовище а на другом чудовище ну да вообще-то игра подлагивает на самом деле вернулся и замер как так игра подлагивает нет не нравится могу я отсюда войти в настройки ну видите как все плохо работает я пока так что носила основная характеристика вашего отряда чем больше это число тем сильнее отряд это это понятно да подождите вас живьем сожрут бежим не надо никуда бежать сейчас убьем их а ты что знаток чудовищ ну кое-что я знаю я пока не могу играть пока не разговаривать я понимаю можно конечно пропустить диалог но я не буду игроки выкладывают карты по очереди пока они сыграют все карты на руках да 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 вы можете просмотреть карты вашей руке чтобы решить какой из них выложить на поле так хорошо я теперь могу играть но у меня 7 фпс блин это да зачем сдаваться не ладно давайте доиграем семью фпсами а потом попробую настройки немножко поменять так что у нас это за карта в конце раунда переместите эту карту из сброса в вашу колоду надо разыграть эту картейку лютик верный товарищ или не стоит ее разыгрывать у нас 4 карты в колоде ну блин так ты у нас что делаешь неспособности проводник каравана человек а вот у этого есть эскорт караван они нету это видимо какие-то новые карты или что раньше вот такая вот карта я не помню так же ли она называлась она хорошо урона носила ладно давайте слючка последние слова многих великих надо было остаться в тусэнте дорогу я иду дорогу я иду говорят все барды трусливые у некоторых карт есть активные способности их нужно активировать вручную пока у вас нет таких карт поэтому вы можете лишь завершить свой ход когда выложите карту так но можно завершить ход в принципе и выигрывать развести его на одну карту как бы правда их шесть не знаю не знаю что делать ну давайте продолжим все-таки эскорт каравана проводник каравана ну у нас 2-2 ему придется что-то выкладывать или мы уже закончим игру в следующем раунде давайте я лучше все-таки завершу ну вот так игрок у армии которого больше единиц силы в конце раунда выигрывает этот раунд в случае ничьей оба игрока получают одно очко победы это понятно это я помню ну в целом правила как я вижу особо не изменились тырым пырым тырым пырым сыграйте любой картой а что это я должен играть любой картой я уже как бы завершил ход ну давай еще раз сыграем совсем понял эту систему проклятые предатели милитей ли добрая мать смилуйся надо мной прекрасно а теперь удерживай позицию ну конец хода он спасал чтобы отказаться от дальнейшей игры в текущем раунде игрок может спасать ваш противник только что спасал окей там в кустах еще один я могу в принципе он спрятался от нас умный монстр понял кто перед ним я в принципе могу его добить сейчас это чисто обучение в этом раунде можно его добить а в следующем раунде сдаться или просто Сдаться прямо сейчас Нажать конец хода и будет 1-1 Давайте так и сделаем А, я не могу, да? Выложить последнюю карту А, меня заставляют это сделать Само собой Можно, вот, два ряда теперь Вместо трех Все Ну, давай, жмись Зажать надо Бей их, ребята Да, лагает, конечно, жутко Это я уже знаю Я победил И так, благодаря Лютику Путешественники одержали победу Столь же неожиданную С Коли мимолетом С Коли мимолетом, да Что-то замолчал комментатор Что это? Это бестия, которая вроде как нас напугалась Она вернулась С подкреплением Да, ну нафиг ты о чем Да, да Уничтоженные карты В конце раунда Отправляются в сброс Сыграйте любой Карты Само собой Давай Лютикам опять Так, чем же походит Это наш соперник. Ай, какая тварь гадостная. Фу. Я могу завершить. Нет, не могу. Сыграть с любой картой. Заставляют. Заставляют. Мы вас не бросим! А-а-а! Чуравеш! Врагов, видимо, пугает своими криками. Хе-хе-хе. Так, завершаем ход. Хе-хе-хе. Мой ход. Не нравится мне. Сейчас! Сейчас! Все. Все карты выложил. Справимся! Но у врага еще одна карта есть. Противник пользуется преимуществом, которое получил, спасав в предыдущем раунде. Молодец. Пусть пользуется. У него на одну карту больше, поэтому... А может и нет. Он побеждает. Эх. Это конец. Прощай, жестокий мир! Занавес! Занавес. Ваш противник выиграл этот раунд, благодаря тому, что сохранил карты из предыдущего раунда. Иногда лучше проиграть один раунд, чтобы получить преимущество следующим. Смирившись с судьбой, Лютик упал на колени, ожидая смертельного удара. Насколько я помню, за обучение раньше давали какие-то карты. Какие-то... Но он его не дождался. Даже бочки, по-моему, давали. Встреча вступили, будто испугались чего-то. Лютик обернулся, увидел своего избавителя и воскликнул. И воскликнул. Геральт, наконец-то! Знаешь, сколько я уже тебя жду? О, Геральт! Уж точно не так долго, как я твоего спасиба, который уже раз тебя спасаю. Ну, у меня в общей сложности 18. 18 очков на столе будет лежать. Спрячь оружие, пока самого себя не задел. Так. Ждем окончания диалога. Прежде чем ты соизволил явиться, я своими руками вот этими убил одну бестию! Ну, ты прям, Лютик, вообще божишь своими руками. А, и снова никто не видел. Да. Геральт его подкалывает постоянно. Сыграйте любой картой. В принципе, неважно. Давайте сразу Геральта выкладывать. Есть что сказать напоследок? За дело. Ты бей того, который слева. Ты возьми того, который справа. А я, я буду в резерве. Лютик. Трусишка. Так, завершаем ход. Чем же походит наш соперник? Наконец-то. Теперь победа нам. А-а-а! Второй пришел! На помощь! Четыре плюс шесть будет десять. Да. Такая вот несложная математика. Хе-хе. Давайте выложим нашу картеечку. Ну, я же пытаюсь играть. О, блин, и залага. Не нравится мне. Блин. Я надеюсь, в настройках можно это исправить. Сделать поменьше. Если нет, то... К сожалению. Как я хотел записать гвинт, не получится. А, ну, конец хода, конечно же. Хе-хе. Хе-хе. Еще одно чудовище! У него шестнадцать, у меня шестнадцать. Ну, это последний раунд, так что добиваем. Пирозит больнее, чем меч. Все. Пасуем. Мы выиграли! Мы выиграли, да. Я склонил чашу весов на нашу сторону. Хе-хе. Конечно. Это был не ты, и даже не Геральд. Это был я. Киберок. Победа. Да! Я выиграл! Есть! Правда, я выиграл какого-то слабого бота. Хе-хе. Так, ну ладно, закрываем. Сейчас нужно в настроечки попасть как-то. Проверить, смогу ли я уменьшить, так сказать, нагрузку. Да, игра стала немножко сложнее графически. Путешественники не пожалели золота и посулили новую награду взамен на небольшую услугу. так, ну вот, мы можем награду получить в следующей игре, как я понимаю, бочку. Какой-то сундучок, наверное, бочка. Так, графика, качество, среднее, низкое, самое низкое ставим. Вертикальную синхронизацию нет. Сглаживание включено. Блин, давайте все отключим, чтобы меньше лагов было. Премиальные карты всегда анимировать. Ну, пусть стоит. Или можно не всегда их анимировать выбранные. Вот, все. Так, уйду-ка я на паузу, а то сейчас игра может вылететь. Будет большая проблема с этим делом. Не пожалели золото и посулили новую награду взамен на небольшую услугу. Так, ну, как я и боялся. Я боялся, что так и будет. Изменения вступят только после перезапуска игры, так что я, наверное, сейчас завершу эту серию, перезапущу игру. Вот. Такая коротенькая серия получилась. Я уж извиняюсь. Приходится маяться с ноутбуком, пока нет компа. Ну, вы поняли, да? Вот. Ну, надеюсь, вам все равно понравилось. Не забудьте поставить лайк. Я выложу оба видоса одновременно, там, в один день. Вот. В общем, давайте до встречи в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok